Самовар Я топил его даже на балконе Обычного многоквартирного дома Углем, с минимумом дыма и так далее И тому подобное Сейчас мы попробуем затопить его Одним из самых, наверное, интересных и классических способов С помощью сосновых шишек Собранных, кстати, недалеко отсюда Самовар течет, как и было обещано Но нас это совершенно не будет смущать Потому что, если мы все сделаем правильно Он вскипит раньше, чем вытечет На самом деле, стопить самовар можно целой кучей способов Можно использовать уголь Можно использовать даже кальянный уголь Если хочется, чтобы все было красиво Можно использовать щипу, можно использовать уголь Можно использовать трубу Можно использовать сапог Но на самом деле, все это баловство по сравнению с шишками Самовар, нормальный самовар Топится без трубы и каких-либо дополнительных устройств Обычными сухими сосновыми шишками С небольшими техническими нюансами Сначала шишки надо готовить к ростопке Для этого они заворачиваются в газету Но, как вы сами понимаете И шишки, и газеты у нас непростые Газеты тайваньские А шишки собраны на одном из Талавских островов Совсем недавно То есть все очень хорошо и красиво Шишки заворачиваются в газету Газета поджигается И эта романтическая конструкция Отправляется в топку самовара Таких шишек нужно будет сделать несколько Три, а лучше четыре Они нужны для того, чтобы самовар разгорелся После того, как шишки занялись, можно поступить двумя способами Правильно, но красиво Правильный способ топки самовара шишками состоит в том, что мы помаленьку подбрасываем туда по одной шишечке Следя за тем, чтобы огня было больше, чем дыма Так самовар быстрее закипит И так соседи будут более довольны Но, как вы сами понимаете, в современной культуре Самовар это еще и источник визуальных эффектов Поэтому мы поступим неправильно, но красиво Для этого мы забьем в самовар как можно больше шишек И посмотрим, что будет Почти сразу после того, как мы накидаем шишек в самовар Огонь у нас уйдет И он сменится замечательным, густым, едким и очень приятным дымом Которым, если немножко подержать лицо Оно приобретет замечательный желтоватый оттенок Это не единственное достоинство такой топки самовара Если на этой струе дыма немножко подержать руку Рука тоже приобретет замечательный желтоватый оттенок И 2-3 дня будет пахнуть смолой Можно будет ходить и вспоминать самоварное чаепитие Через некоторое время шишки прогорят И этот чудесный дым сменится не очень высоким, но пламенем И самовар начнет потихоньку закипать Надо очень четко понимать, что золотой век самоваров Пришелся в России на середину 19-го, начала 20-го века И в тот момент, когда самовары были таким элементом повседневного быта На них не обращали почти никакого внимания Если мы пошерстим русских классиков Там Пушкина или Тургенева Мы, естественно, найдем упоминания о самоварах Но о них писали так же, как о любом другом бытовом элементе Примерно точно так же, как современный автор мог бы написать о стиральной машине Фетишизация самовара началась тогда, когда самовар начал выходить из быта И когда начал рушиться привычный быт В России два этих процесса пришлись примерно на одно и то же время На время послереволюционное И как раз в это время начали появляться стихи о самоварах Такие полностью посвященные самовару Самовар начал появляться в произведениях изобразительного искусства Причем в качестве главного героя Ну то есть в качестве ориентира можно использовать, например, Кустодиевскую купчиху за чаем, которая была написана в 1918 году Пик вот этой моды на самовары пришелся на 1960-1970-е годы Когда он совпал с модой на русскую старину вообще На хохлому, на палях, на всякие прочие исконно-посконные вещи При этом надо очень четко понимать Что несмотря на то, что сейчас самовар, предмет абсолютно доступный Его можно добыть и в таком антикварном виде Его можно добыть в современном, очень технологичном виде Он может быть электрическим, он может быть дровяным Он может быть немецким и тефтонским Он может быть даже комбинированным Самовара-фума В современном быту, конечно, самовар уже неудобен И связано это не только с тем, что электрические чайники технологичнее Что такой столб дыма не в каждом доме можно себе позволить В конце концов существуют и веранды, и дачи, и загородные дома Дело в том, что культура самоварного чаепития Неразрывно связана с институтом домашней прислуги Надо понимать, что существует небольшая разница между двумя ситуациями Первой ситуацией, когда ты проснулся рано утром и кричишь Степаныч, сготовь-ка самовар И Степаныч куда-то там побежал и принес тебе самовар и заваренный чай А другая ситуация, когда ты этот самый Степаныч Который должен к пробуждению барина там самовар посочинить Затопить, чай приготовить, подать и прочее, и прочее, и прочее А в современной жизни приходится выполнять сразу две роли Быть и Степанычем, и барином И на самом деле вот эта вот ситуация, она, конечно, очень быстро вырубает Самовар из повседневного использования Один-два раза побаловался и отводишь его к праздникам Там в бане с друзьями чаю попить Раз в году собраться на большое самоварное чаепитие И прочее, и прочее, и прочее Но, тем не менее, как прибор остается в строю Его можно использовать Его можно использовать для того, чтобы кипятить чай Устраивать чаепитие И заниматься прочими приятными чайными вещами Самовар может закипать достаточно долго В зависимости от навыка самоварщика И того, какие подручные средства Там трубы и сапоги у него есть Этот срок может занять от 10 минут до получаса На самом деле, очень интересно всегда топится самовар в детстве Потому что, не понимая еще основных принципов топки Таких чутких приборов Хочется все время напихать В смысле, когда не понимаешь Хочется напихать в него побольше дров И в итоге самовар очень часто гаснет Приходится вытряхивать оттуда все щепки дрова И прочее, и прочее, и прочее И вообще всячески мучиться Но, как с возрастом навык приходит И опыт появляется И топка самовара превращается в чистейшее водоразвлечение С самоваром связаны Два, наверное, основных технологических аспекта Русских чаепитий Это использование блюдец И использование заварочных чайников И, соответственно, как будто приготовленные заварки Когда самовар появлялся на столе Он не только фокусировал на себе внимание И становился таким центром чайного стола Можно сказать, таким мистическим центром Он еще выполнял вполне конкретные технологические функции Он постоянно снабжал людей кипятком Кипятку было много Но, естественно, не мог снабжать людей готовым чаем И, в принципе, если бы чай заваривался в самоваре Так, как нужно заваривать его по красивым правилам То есть, не предусматривающим последующее разбавление заварки кипятком То чай бы этот очень быстро кончался И представьте себе, что за самоваром собралась большая компания Человек 10 Они заварили один чайник Разлили его по чашкам И им потом, словно, нужно разбегаться Как это? Вытряхивать чайник По ногой заваривать чай И прочее, и прочее, и прочее Это страшно неудобно Приготовление крепкой заварки С последующим разбавлением ее кипятком в каждой конкретной чашке Просто удобней Плюс каждый конкретный гость При таком режиме мог регулировать крепость чая На самом деле, с высокой чайной точки зрения Такой чай, конечно, немножко терял в аромате Но эта потеря полностью компенсировалась более удобными чаепитиями И поэтому чаще всего этот абстрактный аромат приносили в жертву Вторая технологическая деталь русского чаепития Которая является прямым следствием использования самоваров Это, конечно, блюдца Чай, который разбавили крупным кипятком из самоваров Всегда был очень горячим И если пить его из чашки Это было не только прямой дорогой к раку, горлу и пищеводу Ну и просто страшно неудобно Поэтому чай переливали в блюдце Он там быстрее остывал И оттуда изблюдец самыми разными способами его пили Как-нибудь в одном из будущих роликов Мы поставим эксперименты с температурой воды Которой заваривается чай И с температурой того чая Который оказывается у человека в современной чашке Но надо очень четко понимать Что сейчас таких температур в чашке уже нет Именно поэтому блюдца почти полностью ушли из обихода Чай комфортно пить и просто так Без всяких каких-то дополнительных вещей Красота Ожидание того, как самовар закипит, оно всегда томительно Всегда сомневаешься, все ли ты правильно сделал На самом деле шишки такой материал, который не подведет Сейчас мы еще дыма напустим Я надеюсь, никто от этого не пострадает Если вы работаете с сапогом или просто дуете в самовар Вы должны быть готовы к одному не только визуальному эффекту То есть мы сейчас дунем туда, естественно гореть будет лучше Но потом все вещи, которые стоят рядом с самоваром Будут засыпаны пеплом и заложем Потому что она будет вылетать Ну, назовем это поддувалом Хотя у каждой части самовара есть свое название Я просто все их перезабыл Вот, и потом все это надо будет отряхивать Поэтому дуть в самовар и прокачивать его сапогом Нужно только тогда, когда рядом нет никаких боящихся пеплов вещей Самовар закипел На самом деле, когда он был молодой и хорошо подогнанный О кипении свидетельствовала вот эта штучка, которая подрагивала ловко Но сейчас он постарел, подгнулся И пар из него, я так понимаю, выходит из самых разных щелей Поэтому эта штука молчала Но туда можно заглянуть и увидеть, что вода там бурлит Все, кипятком из этого самовара теперь можно заваривать чай На самом деле, как вы прекрасно понимаете Чай при таком самоварном чаепитии, когда все в дыму Может использоваться самой простой Мы используем черный чай, на банке которого даже ничего не написано Заварим его покрепче Заварим мы его не в каноническом чайнике Потому что, ну как, принесем фарфор в жертву визуальным эффектом Мне кажется, что прозрачный чайник на этом самоваре Который когда-то блестел, как у кота глазки А сейчас покрыт, ну давайте называть это благородный патин На самом деле, я просто его очень давно не чистил Так вот, прозрачный чайник с крепкой заваркой Будет смотреться на этом самоваре хорошо Особенно в лучах заходящего солнца На фоне Спас-Преображенского собора Мирожского монастыря До монгольских фресок и всяких прочих приятных вещей Поглядим, что получится Я думаю, этот самовар для нас еще послужит источником кипятка В других роликах Мы сейчас совершим, кстати, еще одну жертву Мы пожертвуем прозрачным чайником Который очень сильно засмолится И потом его будет тягостно отмывать Просто тоже исключительно ради визуальных эффектов Ну, получилось, в общем, неплохо Чайник стоит крайне неустойчиво Но, когда мы используем на самоваре стеклянные чайники Нам становится понятно, что на самом деле происходит в заварнике Который установлен на самовар Здесь очень хорошо видно, что заварник подогревается Примерно того же самого эффекта можно достичь Если поставить заварочный чайник на свечу То есть чай будет завариваться крепче, чем обычно И, ну, скажем так Не всякий тонкий чай такую заварку переживет Но этот переживет Мы дадим ему постоять еще одну минутку И потом поступим с ним точно так же, как поступали все люди Которые пили чай из самовара Нальем его немножко в чашку и разбавим кипятком Добавим по вкусу сахар, лимон, может быть яблочко Может быть варенье Можно еще что-нибудь нафантазировать И будем пить Все, чай налит в чашку Заварка разбавлена кипятком Все формальности соблюдены Вы знаете, на самом деле, конечно, лукавить незачем Тут, наверное, какой-то китайский чай оказался в чашке А надо было брать, конечно, банального сейлонца Крепкого, так что ложка стояла И прочее, и прочее, и прочее Потому что никаких изысков при таком заваривании из чая не вытащишь А вот добротную крепкость, сильный вкус Который можно усугубить сахаром или еще чем-нибудь Ну, в общем, все эти вещи, они здесь достигаются легко И, собственно, ради этого самоварное чаепитие и затевается По большому счету, самовар без большого и обильного стола Вообще не имеет никакого смысла Поэтому мы чай попробуем просто для того, чтобы формальности соблюсти На самом деле, действительно, очень горячий блюдце не помешало бы И отложим наши эксперименты с самоваром До появления на столе большого количества чайных запасов